Всем привет, ребята! Меня зовут Богатейший Ди и добро пожаловать в новое видео! Итак, крупнейший биткоин-кит предпринимает какие-то радикальные меры прямо сейчас на этом рынке. Я покажу тебе, что он делает прямо сейчас. Кроме него, есть еще один крупный кит, который спустя 6 лет не выдержал. У него просто-напросто сдали нервы. Также я хочу рассказать тебе о том, что происходит с тезером USDT. И о новом прогнозе известного Майкла Бьюри. Того самого, о котором сняли фильм и который предсказал финансовый кризис в 2008 году. Если это звучит для тебя интересно, не забудь поставить лайк, а также подписаться на канал. Это очень мотивирует меня для создания нового актуального контента. Большое спасибо за лайки, комментарии, дизлайки, за то, что делитесь моими видео. Итак, начнем с действий крупнейшего биткоин-кита, размер которого обгоняет только кошелек такой криптобиржи, как Binance. Как ты видишь, на его балансе на данный момент 2,6 миллиарда долларов. Сейчас он выводит биткоины. Прямо сегодня. Три транзакции по 1666 монет в каждой. Все они были куда-то выведены. Давай разберемся, куда же именно. Давай найдем их в блокчейне биткоина. Что ж, я это сделал. Я нашел их в блокчейн-трекере. Мы находим все эти транзакции вот здесь. Как ты видишь, вот они. Также мы можем увидеть, что они выводятся конкретно на вот этот адрес. Чтобы убедиться окончательно, мы можем увидеть здесь еще и эти транзакции. По 2977 биткоинов. Вот здесь, здесь и здесь. Давай посмотрим на адрес крупнейшего биткоин-кошелька и тоже найдем эти транзакции. 2977, 2977. Вот 1097 биткоинов. Так же, как и здесь. Вот они. Поэтому мы видим, что в конце концов, все биткоины, которые отправляются с этого кошелька, попадают на этот адрес. Но и с этого адреса биткоины идут еще дальше и попадают уже в этот очень странный кошелек. Здесь мы видим огромнейшее количество транзакций практически каждый час. Я думаю, что эти движения биткоинов от крупнейшего биткоин-кита задуманы именно так, чтобы запутать нас. И именно с этого адреса, который заканчивается на 4P, очень часто происходят транзакции с бирж и на бирже. Как мы видим в Твиттере, в таких ресурсах, как BitcoinWaleAlert. Очень часто этот адрес упоминается. Что ж, я нашел, кому он на самом деле принадлежит. Крупнейшему биткоин-киту, который прямо сейчас готовится продать почти 5000 биткоинов. Теперь я хочу показать тебе кое-что еще интереснее и более конкретное. Это неоспоримый факт продажи китом прямо сегодня. Начнем с того, что такое Bitcoin Spent Output H-Bands. Это инструмент, с помощью которого можно определять движение монет биткоина определенного возраста. Он подчеркивает то, что влияет на движение цены. Старые давние холдеры или же новые участники рынка. Посмотри вот на этот график. Здесь мы видим цену биткоина и, соответственно, движение монет возрастом от 5 до 7 лет. Речь идет о биткоин-ките, который купил 514 биткоинов еще в 2017 году за 910 долларов штука, потратив в общем 468 тысяч долларов. Этот кит мужественно держал свои монеты, несмотря ни на что. Ни на падение биткоина до 3000 долларов в марте 2020, ни на рост биткоина до 69 тысяч долларов позже в 2021. И только сегодня, 11 февраля 2023, он не выдержал. Посмотри на этот всплеск. Он продал все свои монеты, которые держал больше 6 лет. Выводы делай сам, зачем он это сделал. Но самое главное, что я выучил из этой истории, что даже несмотря на медвежий рынок, если ты держишь биткоин 6 лет, ты все равно получишь профит. Так как этот кит заработал более 10 миллионов долларов, просто держа свои 514 биткоинов больше 6 лет. Просто держа и ничего с ними не делая вообще. Но повторяю, сегодня он продал вообще все. Зачем он это сделал? Напиши в комментариях. Теперь я хочу поговорить о тезере USDT, крупнейшем стейблкоине на рынке. Возможно, кто-то из вас пропустил, но еще в 2021 году у тезера начался судебный процесс, который длился до сегодняшнего дня. Дело в том, что CoinDesk и многие другие настойчиво пытаются получить внутренние материалы компании тезер о ее резервах, которые поддерживают стейблкоин USDT. Тезер же, в свою очередь, просил суд заблокировать запрос на получение информации о своих резервах. Не знаю зачем, но вот он не хотел делиться этой информацией. Сегодня стало известно, что тезер проиграл этот суд, проиграл апелляцию по закону о свободе информации. Отклонена попытка тезера заблокировать запрос на получение информации о резервах USDT. Это значит, что совсем скоро мы сможем узнать очень интересную внутреннюю информацию компании тезер и не уверен, что она может оказаться позитивной, если тезер целых два года сопротивлялся ее раскрытию. Но поживем-увидим. Я обязательно сниму видео об этом сразу же, как только появится новая информация. Поэтому не забудь подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. И, наконец, я хочу перейти к новым прогнозам известного медведя Майкла Бьюри, человека, предсказавшего финансовый кризис 2008 года. На этот раз он опубликовал сразу три предупреждения за последние четыре недели. Давай разберем их. Первое он опубликовал в конце прошлого месяца. Вот оно. К сожалению, он постоянно удаляет свои посты и даже страницы в Твиттере. Поэтому я нашел только лишь скриншот его послания. Но все-таки, как мы видим, он опубликовал некий график и написал «Возможно». Я нашел этот график в лучшем разрешении. Он обвел красным момент на этом графике и сказал «Возможно, мы находимся прямо вот здесь». Майкл не особо тратит время на объяснение своих графиков, поэтому я объясню его сам. Но сразу же скажу, это мнение Майкла Бьюри, а не мое. Я только лишь комментирую и обозреваю его мнение. Не более того. Итак, это график S&P 500 с 2000 по 2003 годы. На нем Майкл Бьюри нашел похожую, по его мнению, на сегодняшнюю ситуацию в этом периоде краха даткомов. То есть, по мнению Майкла Бьюри, недавний рост крипторынка и S&P 500 – это как раз-таки вот этот рост вот здесь. Далее, по его мнению, нас может ожидать еще один поход вниз, как вот здесь. Интересное сравнение. Давай рассмотрим его немного ближе. Итак, это график S&P 500 с 2000 по 2003 год. И мы на нем видим такие взлеты. Вот здесь на 11%, еще на 11%, на 22% вот здесь и на 25% вот здесь, а также на 24% вот здесь. Итого, мы видим здесь взлеты от 11% до 20%. Давай посмотрим на S&P 500 в 2022 и 2023 годах. Здесь мы видим такие взлеты. На 10% здесь, на 11% здесь, на 10% здесь, на 19% здесь и на 20% здесь. Очень похоже, не так ли? Второе предупреждение Майкла Бьюри. Опять немногословное. 31 января 2023 года он написал «Продавайте». Что тут комментировать? Майкл Бьюри считает, что сейчас на этом росте нужно продавать. И третье предупреждение он опубликовал 7 февраля 2023. Он прикрепил некий график и написал «На этот раз все по-другому». Давай попробую объяснить, что именно он имеет в виду. Он взял фактически тот же график S&P 500 с 2000 по 2003 годы и наложил на него график процентных ставок ФРС США. Давай взглянем на это поближе. Здесь мы видим график S&P 500 сверху и процентные ставки ФРС США снизу за период с 2000 по 2003 годы. О чем говорит Майкл? О том, что с 2000 по 2003, когда S&P 500 падал, как мы видим, ФРС США снижало процентные ставки. Снижение ставок для рынка всегда лучше, чем повышение. Поэтому на минимальной ставке ФРС США вот здесь рынок и достиг своего дна. На этот раз, как говорит Майкл Бьюри, все совсем иначе. Давай посмотрим, как это выглядит сейчас. Рынок в целом падает, но процентные ставки растут очень быстро. Высокие ставки для фондового рынка – это плохо. Вот о чем говорит Майкл Бьюри, когда говорит, что это время отличается от предыдущего. Итого, Майкл Бьюри предупреждает нас о том, что нас ожидает еще одно путешествие вниз. Не буду с этим соглашаться или не буду это отрицать. Напиши в комментариях, что ты думаешь по этому поводу. Но это прогноз легендарного инвестора. На этом все. Меня зовут Богатейщий Ди. Если видео было интересным, не забудь поставить лайк. А также подпишись на канал, если ты здесь впервые. Здесь мы регулярно говорим о самых главных событиях из мира криптовалюты. Увидимся в новых видео. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok